Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас всех известковать на нашем очередном вегинаре по финансовой грамотности. Ну и в начале как пуска давайте проверим, слышно меня? Видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если все хорошо. Так, плохо слышно. Сейчас я двух тысяч поправлю. Так лучше? Слышно? Опять плохо. Так, ну сейчас, секундочку. А я сейчас еще раз. Слышно? Лучше? Просто я по ходу вебинара... Да, все отлично. Хорошо, спасибо. Вот так, не пойму, что случилось с видео. Так, ну, видимо, много людей, поэтому... Ну, не буду я сейчас так. Сейчас еще раз камера и видео проверю. Камера и видео проверить. Олеги, ну, с видео, видимо, у нас как-то был один вебинар без видео. Так, изображение презентации есть? Ну, меня вот, видите, чуть-чуть мельком увидели. Я боюсь просто сейчас обновлять, иначе я просто вылечу из вебинара. Итак, давайте начнем. У нас с вами очередной вебинар. На прошлом вебинаре мы рассмотрели игровые технологии в обучении детей финансовой грамотности. Сегодня я предлагаю вам попутешествовать по миру художественной литературы, народных и авторских сказок, рассказов. Презентация у меня всегда в формате PDF. В обычном она очень большая, поэтому сюда не загружается. Я желаю всем вам финансового здоровья, физического здоровья и хорошего отпуска. Я так надеюсь, что у всех уже предотпускное настроение, несмотря ни на что. Презентацию коллеги очень много на площадке народа, поэтому вот Татьяна Викторовна нам подсказывает, что и звук есть, и презентация тоже. Ну, кроме моего видео. Обновляйте страничку или еще раз заходите. Хорошо? Итак, не буду пока отвлекаться на технические моменты. Если у вас есть желание обсуждать и в отпуске, да, то есть, так как мы до сентября уже с вами не увидимся, и вы хотите участвовать в обсуждении, в обучении, в опыте по финансовой грамотности, можете присоединяться к нашей группе в Facebook, и я в конце вебинара сброшу ссылочки. Итак, кратко о себе для тех, кто сегодня первый раз меня видит и слышит. Якова Илья Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, опыт преподавания финансовой дисциплины выше 20 лет, работаю в ВУЗе. В настоящее время я являюсь консультантом-методистом Центра финансовой грамотности. Вот буквально в конце мая прошло очередное повышение квалификации в высшей школе государственного управления при финансовом университете. Ну и так далее, да, то есть, опыт достаточно большой. Ну и, конечно, говоря о детях, все на личном опыте. У меня дочь 7 лет, мы с ней в садике окончили, да, сад, и переходим в начальную школу. Есть опыт участия в конкурсе по финансовой грамотности именно по финансовым сказкам. Мы даже занимали первое место в конкурсе от Министерства финансов в нашем регионе. Итак, коллеги, как всегда, да, то есть, почему мы должны обучать детей финансовой грамотности? Мы в первую очередь с вами должны опираться на нормативные документы. Я из вебинара в вебинар об этих документах говорю. То есть, у нас есть стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, которая принята в 2017 году и до 2023 года. Также есть план мероприятий по реализации этой стратегии, дорожная карта мероприятий по включению финансовой грамотности в программы российских образовательных организаций, начиная с дошкольного образования. Кроме этого, мы опираемся на федеральный закон об образовании и на федерально-государственные образовательные стандарты по уровням образования. И для дошкольных учреждений методические рекомендации разработаны Министерством просвещения для педагогических работников по реализации основной образовательной программы. Это кратко напоминаю. Все ссылки в презентации активны. Вы можете, если будет необходимость, ознакомиться с этими документами. И кратко давайте напомним, что у нас все время идут обследования по уровню финансовой грамотности не только в России, но и в Индии. Если брать двадцатку стран, то мы занимаем по финансовой грамотности сейчас девятое место. Вы можете в этом посмотреть в видео предыдущих вебинаров. Более подробно я рассказывала, что же такое финансовая грамотность. То есть мы... Спасибо меня тут Светлана Александровна успокаивает, что все видно и слышно, но кроме моего видео. Итак, финансовая грамотность, финансово грамотный человек. Ну давайте вспомним такую расхожую фразу. Почему же ты такой бедный, если ты такой умный? То есть человек должен не только знать основу финансовой грамотности, но и знать. Видно? Слышно? Спасибо. Значит я появилась. Видимо нестабильная работа у нас сегодня платформы. Так что давайте подстраиваться под ее работу. Так, отлично. Итак, мы говорим о том, что мы должны не только знать, но и применять на практике наши знания. Для чего? Для того, чтобы повышать свое финансовое благосостояние. Чем выше финансовое благосостояние у нас, тем лучше экономическая ситуация в целом стране, ну и соответственно в мире. Ну и вот исходя из этих предпосылок мы и пытаемся внедрить основу финансовой грамотности, обучение финансовой грамотности в наши образовательные программы. И подходя к сегодняшней теме, то есть как обучать детей, если мы берем детей дошкольников, то есть самых маленьких детей, то мы говорим о том, что начинаем мы работать с детьми и с того, что рассказываем им из сказки. То есть дети очень любят различные чудеса, волшебства и так далее. И в подтверждение этих слов я вот нашла вот такой опрос, не нашла про сказки, но нашла про то, верите ли вы в присутствие Деда Мороза. Все мы знаем, как детям это важно, то есть чтобы присутствовало какое-то чудо, сказка. И вот был проведен опрос порталом Superjob в конце ноября прошлого года. Размер выборки был больше 3000 человек, по 300 родителей, детей каждого возраста. Возрастную категорию вы видите, да, с 3 лет до 12 лет. Ну и давайте посмотрим, что же говорят родители о том, верят ли дети в Деда Мороза. Ну то есть другими словами я как бы здесь перефразирую, верят ли дети в сказку. И мы видим, что родители детей 4 лет ответили, что в принципе 93% детей верят в Деда Мороза. И давайте посмотрим по возрастной категории 5, 6, 9 лет, то есть у нас снижается уже к 12 годам, да, то есть вера в Деда Мороза. А значит, если мы говорим сегодня о обучении основам финансовой грамотности, то, ну вот как бы опираясь на данную статистику, мы можем с вами думать о том, что детям, конечно, лучше всего изучать основы финансовой грамотности, основы экономической жизни. Возможно, по каким-то сказочным историям, а не научным и учебным материалам. То есть, чтобы детей увлечь, чтобы детям было интересно. Тем более, что дети очень любят сказку. Но существует и другая точка зрения. Прошу прощения. То есть, в принципе, чему учат у нас наши народные сказки? Доброте, смекалки, веру, чудо, справедливости. А вот на вопрос, помогают ли они сформировать в ребенке основу финансовой грамотности, некоторые, ну, достаточно статусные экономисты, да, например, заместитель председателя Центрального банка Сергей Швецов, считают, что нет, и даже более, что сказки вредны. Ну, и пытаются обосновать свою точку зрения тем, что в русских сказках очень много чудес. Ну, вспоминайте, да, какие чудеса у нас есть. По щучьему велению, по моему хотению. Про имени сказка, сказка про золотую рыбку, мы о ней сегодня будем говорить. Либо сказки про, там, Ивана Дурака и так далее. То есть, где все получается легко, все получается, все блага достигаются какими-то чудесами. И воспитываясь на таких сказках, народ начинает верить в то, что на финансовом рынке тоже могут быть чудеса. Ну, и мы все знаем, да, и примеры этому, что люди верят в финансовые пирамиды, люди пытаются доверять финансовым мошенникам. То есть, вот, как бы, в данном случае экономист Сергей Швецов обосновывает, что сказки, конечно, хорошо изучать, но не просто читать детям сказки, особенно уже начиная с пяти лет, а именно пояснять детям, какой точке зрения вы придерживаетесь, какой точке зрения нужно придерживаться, что делают герои правильно, что делают герои неправильно. Коллеги, меня слышно? Можно еще раз? А то просто некоторые пишут, что не слышно. Спасибо. Вы мне сразу, если что, сигнальте минусиками, что не слышно. Спасибо большое. Благодарю. Ну, и я здесь соглашусь с данной точкой зрения, что все пути, которые вот именно финансовые пирамиды, они заманчивые, да, заманчивые пути обогащения, и вот эта вера в чудо у нас все-таки есть. Но, тем не менее, полностью отрицать сказочных героев и сказки, я думаю, что неверно. Почему? Потому что и психологи, и педагоги говорят, что с детьми, особенно с детьми дошкольниками, младшего школьного возраста лучше все-таки опогнавать все основы на примере каких-то художественных сказок, народных сказок, либо каких-то авторских рассказов. И мы знаем, что есть очень много сказок воспитательных, да, специально, может быть, авторских придуманных сказок. И поэтому вот все-таки часть сказок, но с оговорками, да, то есть с трактовками, с помощью воспитателей, педагогов, детям нужно доносить суть этих сказок и пытаться анализировать сказки с точки зрения экономического опыта, да, то есть с точки зрения финансового. Ну, например, что у нас какие качества личности мы можем воспитать при помощи сказок? Это трудолюбие, бережливость, расчетливость, практичность, ну и так далее. И давайте мы с вами вспомним, исходя из наших предыдущих вебинаров, мы с вами уже разбили категории наших детей, да, то есть в данном случае я сейчас объединила дошкольников и младших школьников. Чему мы их должны обучить? То есть мы должны рассказать, не только рассказать, да, но и научить детей, но не только как педагоги, но и работая совместно с родителями. Еще раз напомню, что основные экономические знания все-таки формируются на примере родителей. Поэтому школе и детскому саду сложно, конечно, переломить ситуацию, но основы финансового знания все-таки нужно донести до детей. То есть дети должны понять, что деньги не появляются сами собой, а они зарабатываются. Сначала мы должны заработать или получить доход, да, потом его потратить. И, ну, соответственно, ребенок должен понимать, что чем больше он заработает и разумнее потратить, тем больше благ он может приобрести. Стоимость товара зависит от качества, да, от нужности того или иного товара. То есть здесь мы еще не говорим детям, что с предложением, ну, то есть регулирование рынка. Но мы уже должны обозначать, что ребенок должен отличать, почему разные товары стоят по-разному. Ребенок должен знать, что любой товар в магазине – это результат труда других людей. Поэтому он имеет свою ценность. И что в результате своей деятельности люди обмениваются своим трудом, да, то есть у нас происходит сейчас не натуральный обмен уже, а посредством денежных средств. Деньги любят счет, то есть дети должны знать, что умеют уже считать, да, начиная, там, ну, какие семьи уже в магазине могут посчитать сдачу. Дети должны приучиться к тому, что финансы нужно планировать. То есть мы должны четко знать доходы, расходы, ну, то есть бюджет семьи. Ну, и чем старше ребенок становится, тем у него больше появляется своих денег. И мы будем говорить о том, что он может уже составлять свой личный бюджет. Ну, где-то до пятого класса, я думаю, что карманные деньги есть, но личный бюджет еще недостаточно у ребенка своих полномочий для такого большого личного бюджета. Ну, и как преподаватели мы должны донести, что финансы это все-таки интересно и увлекательно. И поэтому не всегда это будут задачи, не всегда это будут игры. Сегодня мы давайте поговорим именно о литературе, о сказках и о рассказах и художественных произведениях. Ну, давайте немножко небольшая разуменька, да, вот такой вопрос. Автор произведения очень распространенной детской книжки с денежной тематикой. Практически там, я не знаю, одну из самых первых вот этих, эта книжка у многих детей есть. Можете? Кто помнит? Муха-цепотуха, правильно, да, Наталья Алексеевна первая ответила. Хорошо, еще такой вопросик. Это вот мы сейчас говорим о дошкольниках и младших школьниках. Да, да, золотой ключик, вот уже опередили, меня не буду задавать вопрос. И про дядю Федора тоже уже сказали. Ладно, тогда идем дальше. А вот такой вопрос. Какие деньги ввел на своем острове царь Гведон? Кто-нибудь помнит? Сказку. Что это за сказка? Да, вот такие сегодня коварные вопросы у меня в начале. Точно, Юлия Геннадьевна, золотые монеты. Они были из чего? Из скорлупок, которые тоже были золотые, да, которые грызла белка. А из этих скорлупок лили монеты и пускали в ход по свету. Ну и какие еще сказки вы можете вспомнить, да, то есть вот сказку о золотой рыбке уже вспомнили. Что еще добавляете? Потому что у меня будет обзор мультфильм Пятачок. У нас, кстати, по фильмам, мультфильмам будет, у меня уже так намечено, на осень будет отдельный вебинар. Да, белка монетный двор, буратино, остров сокровищ. Что еще? О золотом петушке. Вот я сегодня хочу с вами пообщаться с точки зрения, что, в принципе, практически, точно, да, Бабая, 40 разбойников, Апопеи, работники Балди, мы тоже уже затрагивали, и Алинки, цветочек. То есть практически, смотрите, любую сказку мы можем попытаться проанализировать с точки зрения, ну, как бы, финансов, да, то есть и пояснить на примере сказки ребенку те или иные понятия. Итак, идем дальше. В анонсе вебинара я заявляла, что мы будем изучать опыт коллег. Может быть, не очень четко видно, но ссылки на эту литературу у меня вот здесь потом будут на страничке 10, да, в слайде 10 вебинара. Итак, я хочу вас познакомить с работами коллег. Из детского образовательного учреждения, то есть детсад «Улыбка» в гостях у сказки создали целое учебное пособие. Посмотрите, пожалуйста, здесь больше 10 различных, где-то порядка 20, да, различных сказок, рассказов. Вот, обратите внимание, помните, Валентина Катаева, да, дудочка и ковшинчик. Единственное, здесь нету цветика-семицветика, но здесь есть у нас что? И муха-цукатуха есть, и курочка-ряба, и лисичка со скалочкой, и сказка о рыбаке и рыбке, мы на ней сейчас остановимся более подробно. И еще, помните, три поросенка тоже можно использовать и анализировать. И каждую сказку проанализировал отдельный преподаватель дошкольного учреждения и разложил этот анализ по полочкам. И обратите внимание, вот я на примере сказки Пушкина, сказка о рыбаке и рыбке. Здесь, ну, кратко может быть, конечно, презентация, если вы на нее скачали, то она у вас будет на большой экран, там виден будет весь сценарий. То есть, вот я имею в виду, вот он этот сценарий, да, то есть мы сейчас по нему бегло пройдемся. Итак, говоря о сценарии сказки о рыбаке и рыбке, о чем мы можем поговорить. Вот сейчас я представляю мнение одного из авторов, да, то есть воспитателя, когда он говорит о сказке о рыбаке и рыбке с точки зрения экономических понятий. То есть, а экономические понятия у нас какие есть? Потребность, товар, услуга, производство. То есть, кратко с детьми об этих понятиях разговаривают, ну, может быть, в более простом. Здесь у нас что у старика есть? У старика есть потребность, да, то есть для того, чтобы прокормиться, он что делает? Ловит рыбу, да, то есть, и значит, он, ну, как бы, получает природные ресурсы. Идет к морю с его богатствами. Я увеличить не могу, к сожалению, площадка не позволяет, но вы можете скачать презентацию, просто открыть ее в окне, хорошо? Дальше. У старика есть земля, у старика есть ветхая избушка. И что есть у старухи? Кроме старика, там была еще старуха, да, мы знаем, что это, ну, как бы, отрицательный герой этой сказки, положительным героем выступает старуха. То есть у старухи была разбитая корыта. Мы о нем более подробно поговорим, но уже с точки зрения другого автора. И с точки зрения чуть-чуть постарше, да, возраста. То есть, смотрите, здесь эта сказка предлагается для изучения дошкольникам, то есть детсадовцам, деткам. А дальше, я в презентации, кто уже скачал, вот там потом посмотрите, мы еще раз эту сказку уже используем не просто дошкольникам или младшим школьникам, а школьникам с пятого класса. Авторы предлагают использовать и чуть-чуть других понятий. То есть, например, вот здесь воспитатель проанализировал, но я не совсем согласна вот с этой схемой, потому что, посмотрите, пожалуйста, я согласна с первым вопросом с экономической точки зрения, что кем являются герои сказки, какие профессии у них, да, представители каких профессий. Здесь воспитатель говорит, что старик человек безработный, закармливает свою семью ловлей рыбы, старуха, домохозяйка и ждивенец. Если мы возьмем детей по старше, то мы можем попытаться им объяснить, что, допустим, не обязательно человек безработный, а старик и старуха могут получать там минимальную пенсию, которой им, возможно, не хватает. Ну, знаете, как бы, Светлана Владимировна, финансовая грамотность, она же в нашей жизни, не знаю, с рождения. Ребенок с рождения видит, что родители что-то покупают, отдают какие-то бумажки, им взамен что-то дают, поэтому я думаю, что не всегда с подготовишек, можно чуть-чуть и раньше, мы сейчас вернемся еще к другим сказкам, попытаемся их тоже разложить немножко по полочкам. То есть, смотрите, когда мы говорим о детях, я к чему веду? То есть, в зависимости от возраста детей, мы можем вот эти вопросы и экономическую точку зрения усиливать, скажем так. То есть, вот смотрите, здесь вопрос, да, здесь это точка зрения, я бы ее именно, не только к подготовительной, я бы даже здесь уже в начальной школе вот с такой точки зрения рассматривала эту сказку. А в подготовительной группе, ну, просто бы поизучали, разобрали положительно-отрицательные герои, разобрали вопросы жадности, щедрости, да, то есть, ну, вот как бы с этих позиций. Почитайте, здесь у вас ссылки на эти материалы будут, то есть здесь достаточно много, вот порядка 10 вопросов, даже 12 вопросов, да, то есть рассматривается в этой сказке. Я хочу вам предложить другую сказку, посмотреть на другую сказку. Давайте с вами вспомним еще сказку про Три поросенка. Ее очень часто приводят именно для маленьких детей, чтобы пояснить им точку зрения такой позиции, как строительство прочного дома, как экономия денег. И в сказке Три поросенка есть три героя, вы помните, да, то есть один поросенок в них, он бездельничал и построил дом из соломы. Второй поросенок, ну, он, что, чуть дороже построил себе дом, он добыл прутья в лесу и построил дом. Ну, и наф-наф, который третий поросенок, помните, да, он более серьезно подходит к этому вопросу и строит дом из кирпича, но у него и затраты больше. И здесь вывод, ну, какой мы можем сделать, что чем больше мы беззаботные, то есть как первые два поросенка, то мы можем остаться и без дома при любом дуновении ветра, да, как устраивает волк. И говоря об этой сказке, детям можно, ну, вот с точки зрения финансов, да, то есть можно было бы задать такой вопрос, а как можно было бы сэкономить деньги трем поросятам? Ну, то есть здесь рассматривается и вопрос дружбы, да, что три поросенка были недружны, поэтому им пришлось тратить каждому по отдельности деньги, и поэтому они потратили больше. А если бы они были дружны, они бы могли что сделать? Они бы могли объединить свои усилия и построить сразу один крепкий, прочный дом и не тратить время и силы на строительство двух других домов. Ну, и так далее. То есть здесь можно различные вопросы задавать. Давайте посмотрим еще, ну, вот такие самые простые сказки, самые первые, с которыми мы знакомим детей, это какие сказки? Колобок, да, ну, допустим. Вот даже в колобке мы можем что с вами найти? Экономический смысл. Прежде чем появился колобок, какие экономические категории мы можем рассмотреть? Мы можем рассмотреть категорию, что возникла, что потребность в еде, да, то есть необходимо было испечь хлеб в виде колобка. И мы сразу видим, что у деда с бабой был недостаток продуктов, да, то есть баба, ну, да, курочка, яба, да, да. С разных позиций эти сказки разные авторы по-разному трактуют, поэтому преподавателю важно, ну, самому подбирать, да, позицию, как бы именно подстраиваясь по то, в каком возрасте рассматриваются эти сказки. Поэтому, ну, вот здесь в самом маленьком возрасте можно сказать, что еду нужно из чего-то готовить, да, то есть, ну, вот если нет денег, есть остатки еды, вот бабушке пришлось прикладывать трут, скрести по сусекам, потом печь колобок, а дальше что произошло? Дальше колобок укатился, да, то есть, ну, если чуть постарше уже детям, то что, собственность от деда с бабой ушла, да, то есть дедушка с бабушкой остались без еды, а колобок пошел путешествовать, много себя рекламировал, и в итоге его сидела китрая лиса. Если говорить о курочке рябе, то некоторые, ну, как бы экономисты, финансисты, вообще, начиная от самого простого, да, что уход за животными, домашними животными, может приносить какой-то доход, да, в виде чего? В виде продуктов яиц. Ну, в итоге курочка снесла золотое яичко. Конечно, это сказка, да, то есть, такого в жизни, ну, практически не бывает. Но в виде золотого яичка можно подразумевать для детей постарше, что у нас, что рассматривать, ну, вот, как бы эту сказку с точки зрения, объяснить, что есть активный доход, есть пассивный доход. То есть, что обычные яйца – это активный доход, то есть, человек работает, ухаживает за курочкой, она ему дает взамен яйца, это, как бы, заработная оплата. А есть пассивный доход, что если вложить, ну, как бы, и увеличить ценность продукта, то вот появляется такое золотое яичко, то есть, пассивный доход, когда, ну, как награда, да, то есть, когда мы не принимаем активного участия, то есть, это не заработная оплата, это наше сбережение. Ну, это уже объяснять можно детям постарше. Ну, есть такой вариант, как авторы рассказывают, например, этой сказки об активном именно и пассивном доходе. Да, вот бычок с малиной бачок, тоже добытчик был, помню эту сказку. Итак, когда мы говорим о сказках, то мы должны для себя, как бы, выбрать определенный шаблон, определенный формат, под которым мы будем рассматривать эту сказку. Если говорить о детях, ну, вот, как бы, в помощь вам вот такой небольшой обзор литературы, здесь есть книжки, это то, что можно приобрести в магазинах. А вот, допустим, книга «Финансовая грамота», вот эта книга «Финансовая грамота», я привожу ее здесь позже. Так, «Финансовая грамота для школьников». Вот она, эта книга. Это бесплатный ресурс в рамках развития финансовой грамотности. То есть его можно скачать бесплатно. И вот все, что здесь переведено, это бесплатный доступ к ресурсам. Предоставлен различными проектами по финансовой грамотности. Можете их использовать. Очень интересный проект. Ну, он больше подходит, конечно, там больше для старшеклассников, но, тем не менее, вот обратите внимание вот на эту ссылочку. «Финансовая литература. Образовательный проект ПАК». И мы сейчас с вами немножечко есть у нас время для разминки. Давайте мы с вами, раз мы уже упоминали сказку про Буратино, я нашла интересные тесты. Вот она ссылочка на эти тесты. Сейчас я вам эту ссылочку сброшу в чат. Можете зайти по этой ссылке. Ну, у кого-то в презентации, в презентации она тоже активна. Вы заходите по ссылке, и вы попадаете на страничку «Викторин». И зайдите, пожалуйста, вот в «Викторину Буратино и его золотой ключик». И давайте попробуем с вами. Там быстро, там вопросов 5-7. Ну, вот сказку по щучьему велению, как бы в целях финграмотности, ну, вот не совсем рекомендуют, потому что там, как бы, в принципе, безделье, да, то есть там Емеля ничего не делал. Он именно действительно использовал щуку и его, и ее, как бы, возможности. Так, итак, смотрите. Про Буратино зашли? Получилось войти? Вот про Буратино у нас в тестах. Есть такие вопросы. Сколько стоила папе Карло азбука с красочными картинками? Да, что он там поменял? Да, вершки-корешки, тоже Валентина Николаевна, правильно. Да, вот Татьяна Викторовна тут он вам подсказывает. Итак, что променял папа Карло? Ну, конечно, старую куртку, да? Еще один из вопросов там. Сколько стоил билет в кукольный театр Карабаса-Барабаса? Помните? Сколько монет стоил? Или, может, это не монеты были? А вот и неверно, 4 сальдо. А вот дальше уже вопрос, да? Сколько там Буратино закопал? Он 5 золотых закопал. Ну и так далее. Сколько Карабас-Барабас заплатил за поиски? Да, как старик корову продавал? Тоже есть вот здесь, в этом сборнике детского сада Улыбка тоже есть анализ, экономический анализ. Итак, смотрите, вот такие викторины. Там 4 викторины всего. Вот одна из Буратино. Я думаю, что вам, ну, как бы интересно, да? То есть самим вспомнить эту же сказку. Ну, можно ее потом использовать с детьми. Я думаю, здесь даже уже больше как бы младшеклассники. Младшеклассникам интересны такие викторины. Но обратите внимание на этот проект. Я не просто так дала вам эту ссылочку. То есть этот проект у нас, вот он, еще раз его показываю. Это проект ПАК. Там проводятся ежегодные конкурсы по именно литературе и финансам. Ну, там кроме литературы и финансов и другие есть. Вы посмотрите по заголовку. Но мы сейчас говорим о литературе и финансах. Там проводятся ежегодные литературные конкурсы именно с точки зрения финансов, написания эссе, сочинений и так далее. Ну, причем всероссийские конкурсы. Поэтому обратите внимание. И обратите внимание, вот то пособие, о котором я говорила, это вот эта ссылочка на анализ, именно экономический анализ. Очень подробно, много сказок и рассказов разложены с точки зрения экономического анализа литературы. Итак, мы идем с вами дальше. То есть, давайте, коллеги, еще немножко разомнемся. То есть, я здесь подготовила такой небольшой опрос. Просто хочется узнать, для каких целей и кого вы обучаете финансовой грамотности. Ну, в данном случае цель понятна, то есть, заложить основу финансовой грамотности. А вот кто аудитория, которая приходит на вебинары, ответьте, пожалуйста, на вопросы. Да, кто сегодня у нас на вебинаре? То есть, просто интересно, потому что я обычно для смешанной аудитории говорю про детей разных возрастов. Ну, и вот пока вы отвечаете, мы с вами переходим к следующей нашей возрастной категории. Это школьники пятых, примерно восьмых классов. Да, кто-то, если не попадает в какую-то категорию, то, пожалуйста, можете отдельно в чате писать. Пятые, девятые классы. Вот, кстати, для детей с УВЗ очень хорошие материалы именно в Центре финансовой грамотности Высшей школы экономики. Я как-то в предыдущих вебинарах говорила об этом, об этой ссылке. Ну, вот, видите, у нас очень много школьников первых, четвертых классов, как оказалось. Дошколята, дети с УВЗ. Есть просто обучение воспитателей, методисты. Ну, методистам тем более, да, то есть, как разработать программы, как встроить грамотность в нашу образовательную деятельность. Спасибо, коллеги, огромное, за ответы ваши. Так, у нас вот дошкольники четырех-пяти лет. Так, и дошкольники пять-пяти-семи лет больше всего. Пока-то у нас аудитория. Мне просто интересно, да, в целях вот на следующие вебинары, как бы я так примерно и представляла, но тем не менее, у нас есть и младшие школьники, и школьники пятых-восьмых классов, да, то есть, учителя. Итак, вот как раз категория пятые-восьмые классы. Здесь мы говорим уже о том, что у нас с вами дети подросли, им уже интересно участвовать в формировании бюджета семьи, да, то есть, они четко хотят представлять, откуда у родителей доходы, то есть, какие виды доходов, куда тратятся деньги, есть ли инвестиции, да, я останавливаю вопрос, все ответили, и я убираю вопрос с экрана, и, соответственно, кроме этого, детям в этом возрасте уже интересно, а как научиться зарабатывать деньги. сейчас очень много различных программ по обучению детей, школьников предпринимательству, много разных проектов, и мы, у нас очень много примеров и российских, и зарубежных школьников, которые являются достаточно успешными предпринимателями даже до 14 лет, то есть, до получения паспорта. естественно, родители отвечают, да, таких детей полностью, за их предпринимательскую деятельность, но чаще всего это различные блогеры, но очень много и различных программистов, которые разрабатывают разные новые, допустим, приложения. Ну и, соответственно, уже появляется тема финансовой безопасности, ну и как дополнительно это интерес истории развития российского предпринимательства. И вот такой есть интересный проект, методический конструктор для школ, которые возможно не встроили в какой-то отдельный предмет, а есть такой конструктор финансовый год. И ссылочка сейчас если найду сразу не подготовила вам ссылку, но в презентации она точно активна, эта ссылка. Да, нашла эту ссылочку, сейчас я сброшу чат для тех, кто возможно презентацию сейчас не видит. Вот так, можете пройти по этой ссылке. Это финансовый год, он включен в проект финансовой грамотности Минфина Российской Федерации, в проект Дружи с финансовыми. И это бесплатный доступный материал, им поделилась школа, вот дальше мы увидим, здесь Пироговская школа, вот в такой форме, посмотрите внимательно, здесь для каждого класса, если вы зайдете на диск, то вы видите здесь вот лит 7, лит 5, лит 6, это имеется ввиду, что это литература для какого класса. И здесь точно такой же формат анализа по каждому литературному произведению. И здесь именно этот проект предусмотрен с 5 по 11 класс. И многие произведения разложены по полочкам. Здесь полностью прописан урок, материалы какие к уроку, есть приложение этих материалов к уроку, то есть тексты. И полностью мы говорим о том, что преподаватели, соответственно, разные преподаватели разрабатывали эти данные, эти уроки. И здесь есть анализ. Давайте вернемся к нашей сказке о рыбаке и рыбке уже с точки зрения литературы 5 класса. Обратите внимание, с правой стороны, то есть предаватель, учитель даже уже построил такую кривую роста благосостояния старухи. Обратите внимание, что по оси ух число желаний разложили, а по оси уй, если к математике возвращаться, уровень благосостояния старухи. И на что похожа эта кривая? Кривая очень похожа на кривую инвестиций. То есть когда у нас доходность по инвестициям растет и растет риск этих инвестиций. Ну вот давайте по аналогии посмотрим, что происходило условно с инвестициями старухи. И обратите еще внимание, что здесь именно рассматривается уже финансовая устойчивость, финансовая подушка безопасности. Вот на примере этой сказки. То есть построена такая кривая. Ну да, старухе надо было просто вовремя остановиться. То есть вот видите, здесь вольная царица. То есть она начинала с нуля, если скажем так, разбитая корыта. у нее что? Потом она попросила избу, потом она попросила столбовая дворянка, там у нее дом был, потом дворец. Ну и вот здесь бы ей остановиться и оценить все риски. Ну понятно, это сказка, да, то есть и поэтому здесь, когда мы анализируем эту сказку, смотрим вот на эту кривую, мы обязательно детям, во-первых, должны сказать, что даже если вы инвестируете собственные средства, то нужно очень сильно соотносить доходность и риск. И нужно как бы, ну когда пятый класс, конечно, рановато, но уже ближе там к восьмому классу, мы говорим о том, что у нас нужно вводить понятие риск, понятие финансовая безопасность, понятие финансовой подушки, что нельзя полностью все свои деньги инвестировать в неизвестные проекты и так далее. Но в данном случае мы говорим о том, что риск был велик, то есть хотела она стать владычицей морской и вот этот риск все-таки наступил. А риск что это такое? Это потери, это убытки. Ну и вернулась старуха опять к своему чему разбитому корыту. Но мы еще помним пословицы, поговорки, помните? Лучше иметь что синицу в руке, чем журавля в небе, ну и так далее. То есть у нас много. Кроме этого, вот здесь вспоминается еще одна из притчей. Ну ее как притчу используют, а вообще как бы авторство присваивают Леонардо да Винчи. То есть он очень кроме того, что он был талантливым человеком в различных областях, он еще писал хорошие, скажем так, притчи, рассказы, сказания. И одна из этих притчей об отце, ну на современный лад, есть разные рассказы, переделанные. то есть когда отец говорит своему сыну, что иди зарабатывай деньги. Есть такой рассказ, переделанный на современного школьника, то есть там классный сято, что школьник должен заработать какие-то деньги. Говорится о зарубежных школьниках. Нашим школьникам наши школьники тоже зарабатывают, но как бы особенно в настоящее время сложновато. Ну и говорит, принесешь мне деньги, только не обманывай меня. Ну и вот школьник выпросил у мамы какую-то сумму денег, условно скажем, стою сто рублей и принес отцу. Отец сидел у камина и бросил эти деньги в камин. Школьник не среагировал, деньги сгорели. И отец говорит, я не верю, это не твои деньги, ты их не заработал. Ну и вот школьник пошел зарабатывать, помыл машину какую-то, заработал 200 рублей и принес отцу. Отец точно так же бросил эти деньги в камин. И тут школьник уже расстроился и что, бросился спасать эти деньги. То есть мы говорим о том, что вот здесь вопрос, что старухе это все доставалось бесплатно и она это не ценила. Так вот и школьник, который сразу показал, что когда он заработал деньги, он бросился их спасать свои деньги. Поэтому здесь нужно трактовать с экономической точки зрения, что у нас есть ценность денег. Тот доход, который просто так человеку с неба падает, он чаще всего точно так же и оценивается. То есть он быстро тратится и без остатка. Чаще всего в литературе, в художественных фильмах вы эти примеры, подтверждения этих примеров увидите. для пятых восьмых классов. Кроме этого проекта, вы посмотрели, что там достаточно большое количество если мы посмотрим, с пятого по восьмой класс вы найдете достаточно большое количество различных источников, прямо уроки расписаны, проанализированы, с выводами и даже с послесловием. То есть учитель по золотой рыбке делает полное разложение, причем он вовлекает детей, он строит там различные таблицы и дает задания, которые нужно выполнять, рисовать на доске либо в презентациях. Дальше рассматриваются желания старухи, анализируя именно сказку. Предлагаются версии и в конце задания для обсуждения здесь именно что означает остаться у разбитого корыта. Я пытаюсь еще чат подглядывать, чтобы не упускать. Давайте сейчас чуть-чуть быстро обзорно сделаю, потом мы еще на вопросы время оставим. Ну и вот последовательность исполнения желания анализируется и формулируются выводы. То есть старухи прежде чем загадывать по нарастающей свои желания нужно было заботиться о своей финансовой устойчивости. То есть рассказывается что такое финансовая подушка безопасности, что лучше остаться было бы хотя бы во дворце на крайнем вот остановиться нужно было в этой точке, чтобы не потерять все. И ну вот краткий обзор еще книжек которые можно почитать с детьми. Здесь же я опять привожу финансовую грамоту которую и для предыдущих показывала возрастов потому что там есть разные рассказы. Детям в этом возрасте интересны различные комиксы финансовые истории для подростков ну и так далее. И здесь я вот смотрите слева у нас указочка вот я вам говорила о проекте по финансовой грамотности там тоже можно найти в разделе методическое обеспечение различные методические материалы по урокам в том числе и по литературным по литературе и произведениям финансов. Так что у нас здесь еще ну оставила вот спецпроект российской экономической школы здесь вам ссылочку по финансам так и если говорить о финансовой грамотности для школьников 9-11 классов то посмотрите пожалуйста мы как бы пытаемся уже усилить то есть мы приближаемся к работе на финансовых рынках понятия финансового фондового рынка уже идет не просто планирование доходов и расходов а управление финансовым планом и личными деньгами то есть к этому возрасту уже как бы в идеале да это я говорю придерживая стандартов рекомендаций министерства просвещения методических рекомендаций различных проектов по финансовой грамотности то есть вот эти все знания у детей уже должны быть основой этих знаний то есть что человек живет гражданин живет в государстве а в государстве есть регулирование то есть налоги налогообложения есть риски и обязательно обязательно тема финансового мошенничества то есть у нас с вами финансовые мошенники ежедневно они схемы меняют применяют различные новые какие-то схемы и все время специалисты это отслеживают все время освещают людей что появились какие-то новые схемы и вы это видите если участвуете в различных группах или различных проектах то я думаю что вы знакомитесь ну в том числе еще раз приглашаю нашу группу присоединяйтесь мы там тоже все время различные схемы финансового мошенничества я все время ссылочки даю чтобы вы всегда были в курсе и так что здесь можно я опять возвращаюсь к этому проекту потому что ничего лучше вот этого конструктора методического финансового года я в принципе ну как бы не могу вам посоветовать потому что здесь точно так же идут вот посылочки вы заходите и вы видите различные произведения то есть сказок здесь уже меньше но тем не менее вот в возрастной группе уже можно сказки ну как бы тысяча и одна ночь можно даже уже пятый-восьмой класс да там дети различного возраста разные интересы а есть еще сказка Синбат Мореход если вы помните да то есть если из сказок именно брать а если из наших классических произведений то в принципе Чехов Тургенев да то есть Достоевский вот даже кстати в интернете как одна из мам как-то делала отзыв на роман преступление и наказание да отзывы ее сына то есть он был расстроен что убили старуху проценщицу и закончилась именно финансовая история то есть Стоевскому лучше было бы рассмотреть именно с финансовой точки зрения как бы именно работу этой старухи как проценщицы а не терзание Достоевского ну вот одна из точек зрения современного школьника и я бы здесь посоветовала да из литературы ну кроме того что вы увидите анализ каждого урока то есть вот эти все ссылки в пдф это отдельный анализ всех произведений и приуроченные ну вот к проведению отдельного урока по литературе либо это какая-то внеурочная деятельность но здесь вы можете использовать любой из этих уроков очень подробно все там проанализировано с экономической точки зрения я здесь не буду сейчас останавливаться и что еще можно да то есть вот финансовые комиксы я делала ссылку бесплатный проект уже для детей школьников 10-11 классов и методические материалы для учителей учащихся в центре по финансовой грамотности высшей школы экономики забываю все время стрелку подключать вот комиксы вот они материалы для учителей и я бы порекомендовала да ну даже учителям самим сначала почитать да особенно если вы пытаетесь вот эту экономическую точку зрения в литературе отыскать почитать книгу Елену Владимировной Черковой история капитала она делает обзор ну как бы такой экономический путеводитель по мировой литературе да вот от сказки Синфада Морихуда до Вишневого сада достаточно интересный обзор поэтому можете почитать да вот Оксана Викторовна сказка Садко тоже достаточно интересно если ее тактовать с финансовой точки зрения очень очень много сказок здесь я еще буду изучать потом чат да то есть пополнять свою коллекцию сказок и вот как бы такой обзор книг я бы еще порекомендовала почитать ну здесь больше как бы зарубежные в основном авторы да это с точки зрения современных таких уже подростков и ну вот как бы о финансовом мире обо всем очень хорошо в романе Теодора Драйзера его трилогия да то есть с точки зрения и художественной литературы и именно работы на финансовом рынке несмотря на то что это был были было начало прошлого века да и там описана именно рецессия в Америке 30-е годы прошлого века очень интересный роман с точки зрения работы финансового рынка и ну знаете за 100 лет технологии меняются технически да но вот в реальности основы именно финансовой работы они остаются прежними и давайте я вас немножко познакомлю с тестами да и еще еще немножко тестов сейчас я вам ссылочку тоже сброшу в чат и обратите внимание что в отличие от Буратино да то есть от прошлой викторины этот тест уже ну вот попробуйте его пройти пока мы будем отвечать на вопросы попробуйте вот на зуб этот тест что здесь не все так просто в этом тесте то есть откройте посмотрите пожалуйста хотите давайте сверим ответы смотрите здесь уже рассматривается классика наша да и не первый вопрос именно по Роману Достоевского преступления и наказания что там у нас какое предприятие разумительно предлагал инвестировать на паях Раскольникову его семье помните что это за преступление и наказание и наказание дальше по Пушкину да какой из героев романа Пушкина Евгений Анигин заменил своим крестьянам барщину оброком какой из героев романа помните ну то есть здесь уже не просто да здесь нужно да вот Елена Ивановна правильно отвечает что сам Евгений Анигин вопрос еще почему купец Самсон Большого из пьесы Островского свои люди сочтемся объявил себя несостоятельным должником ну то есть здесь он выступал да как финансово финансовый скажем так мошенник да то есть он хотел преднамеренно обанкротиться куда отдавал земли отец Евгения Анигина в аренду в залог в уставни капитал ну то есть здесь вот как бы уже знание именно здесь учителя литературы то есть да согласно Ларисе Валентиновне что книги это всегда великая сила и знания из книг мы потом применяем в своей жизни да в разных разных ситуациях то есть в любом случае расширяется наш кругозор то есть вот этот тест который я вам предложила он достаточно как бы серьезный да именно на знание уже классики нашей литературы поэтому здесь ну посмотрите поделитесь насколько у вас как бы знание и в конце нашего вебинара конечно я благодарю всех за внимание рада что вы приходите на вебинары буду рада вас видеть на новых вебинарах и пожалуйста у меня к вам огромная просьба если есть вопросы пишите и пожелания напишите пожалуйста какие бы темы вам хотелось рассмотреть еще в рамках вот вебинаров по финансовой грамотности для преподавателей и я также приглашаю вас так как летом наша группа активно будет работать тем более что планируется разработать курс для педагогов дошкольного и младшего школьного образования по обучению детей финансовой грамотности в рамках этого курса мне хотелось бы разработать научить разрабатывать программы по финансовой грамотности поэтому я приглашаю вас в наши группы в фейсбуке и в нашу группу вконтакте так сейчас я ссылочку сброшу в чат добавляйтесь кто в каких социальных сетях есть добавляйтесь вот я забрала так секунду сбрасываю эта группа вконтакте и сейчас попытаюсь переслать группу в фейсбуке сразу не заботожила так и группа в фейсбуке группы идентичны ну просто я сделала из удобства кто в какой социальной сети чтобы вам не регистрироваться там заново в социальных сетях так и вот эта ссылочка на группу вконтакте да курс планируется в основном для дошкольников если будет как бы желание то чуть-чуть интегрированный с младшим школьным возрастом коллеги так я смотрю на вкладку вопросы в основном технически есть какие-то еще вопросы пожелания благодарю вас еще раз за внимание и жду вас в группе спросите у тех кто там уже есть мы каждый день там делимся какими-то материалами вы можете делиться своим опытом или подключаться просто к каким-то мероприятиям я всегда все ссылки на мероприятия кстати ближайшее мероприятие это финансовый фестиваль да заходите в группу посмотрите там ссылка есть ну и еще для тех кто присоединится сегодня ну и для тех кто уже есть в группах еще будут бонусы со ссылками на интересные тесты по литературе и все презентации я всегда вывешиваю в группах потому что здесь может быть не всегда у всех получается скачивать спасибо огромное всем хорошего лета хорошего отдыха и до новых встреч спасибо огромное всего всем доброго